Да... Выступление. Не, ну, самый красивый, поэтому... Самый... Самый красивый. А как же я, да? Ну что, добрый... Добрый день. Добрый день. Мы уже сразу съеды начали. Сегодня у нас новые наши субботние встречи, значит, субботние разговоры о боевых искусствах и разным. Рассуждение. Мы опять собрались втроем, пока к нашему коллективу больше никто не присоединяется. Как бы мы не унижались, да? И не просили присоединяться. Это планета джюдо, Рустем, Влад, Роман. Вы нас уже многие, кто смотрит, знаете. Многие три человека. Ну, кто-то смотрит, кому-то интересны наши рассуждения, кто-то может потом подключиться. А может кто-то возьмет такой же некий опыт. Кстати, в одном из... в прошлом видео там человек один оставил отзыв, комментарий. Спасибо. Спасибо человеку. Да. И он, знаешь, что сказал? Он говорит, о, мы так же сидим, периодически беседуем, но не снимают они. Да, это вот недостаток, короче. Да. А потом их вспомнить не смогут. Да. Сегодня технологии... можно использовать атомную энергию для того, чтобы она приносила пользу людям, а можно для того, чтобы она разрушила вообще все. У нас мирный атом. У нас мирный атом. Да, да, да. Очень мирный. Так, а тема сегодняшняя, мы, как говорится, у нас такой, как ты сказал, смак, но у нас не смак, да, мы едим, но и говорим. А тема такая, учитель, тренер, педагог, наставник... И модное слово коуч. Коуч иногда используется в некоторых, среди адептов боевых искусств, сенсей, преподаватель. Да, по-моему. Но много так названий, а что их объединяет, а что их разъединяет, почему так много этих названий, в чем связь. И вот меня на эту тему подтолкнул один мой знакомый случайно в разговоре, он сказал, я хочу писать статью на тему учитель-тренер. А я подумал, ну как бы учитель-тренер, а что все это такое вообще? Как меня надо называть? Кумир. Кумир еще есть, да? Ну, нет. А потом это все можно как бы и в разрезе боевых искусств, и в разрезе просто жизни. Сивен Сиддл, допустим, кумир был молодежи, да. А сколько он привлек занятий? А кумир может быть учителем? Одно и то же это как бы может быть стать? Ну, Влад, ты у нас хозяин этого места. Да? Ты у нас хозяин места, давай тебе слово. Да. Как ты думаешь? Соня, так хорошо, что что-то даже совсем не думает. Поэтому, нет, ну вот. Надо выпить кваса за хозяина этого дома, тогда и хозяин сразу разговаривается. Язык развяжется, да? А можно его еще пытать, да? За теплый прием. За вас, дорогие гости. Виртуальные гости, да? Дожили. Да, виртуальные гости. Но вообще не такой мир-то. Да, и надо его принимать, соответственно. Да. И использовать только для того, чтобы это приносило пользу всем. Угощайтесь? Да, мы сейчас угостимся. Хлеба надо? Угу. Белого-черного? Да, да. А это белого-черного? Да, давай-черного. Давай-черного. Ну, тренер, да? С тренера начнем, да? Может с любого, да? Как хочешь, бери любое слово из тех, которых я сказал и вообще расскажи. Есть ли связь между ними? Или путаница это? Просто путают людей? Путают людей? Не, мне кажется, функция разная. А еще такое слово «воспитатель» тоже. Надзиратель. Такое есть слово, которое... А оно в контексте этих единоборств, да? Плохо себя вел, и у тебя появился не тренер, а надзиратель, да? У меня первый тренер по тяжелой атлетике, я так благодарен просто. И можно выписать, какими качествами обладает, скажем так. Он же тоже человек учился, но создал фундамент, то есть это повезло. А есть псевдо-тренера, к кому-то попадешь, и тебя там непонятно чему будут. Сами не знают, чему учить. Подожди. Значит, вот ты говоришь, псевдо-тренер. Давай мы все-таки... Качество какое, да? Но мы опять, критерий какой-то. Псевдо-тренер не знает, чему учить. Ты мне скажи, тренер и учитель одно и то же? Нет. Педагог, учитель и тренер одно и то же? Я думаю нет. Преподаватель, наставник, учитель и тренер одно и то же? Нет. Ну... Или в зависимости от места? Не от места, я тебе... Блин, мне так нравится образами. Допустим, желтый, красный, зеленый – это одно и то же? Ну... Это цвета. Но если это назвать цвета, то это будет одно и то же. Да. Тогда как бы в контексте чего мы говорим? То есть желтый, красный, зеленый – это что там? Радуга, да? Цвета. Ты говоришь, да это разное. А ты говоришь, да нет, радуга – это одно. Понимаешь? Это вот как бы... Одни, я так понимаю, грани одного целого. То есть ты можешь выступать в роли такой, в роли такой, в роли такой. Но это как бы человек он. Роли. Роли человека. То есть название ролей. Это... Один... Я только воспитатель. Я только тренер. Я только наставник. Я только коуч. Нет. Он может и быть и тренером, и наставником. В зависимости от того, как он это транслирует. Понимаешь? Или как он себя чувствует? Нет. Как он взаимодействует с другим человеком. То есть по отношению к чему-то это надо привязать. То есть если тренер, то у тебя ученик, да? Если у тебя наставник, то это там последователь. Получается. И другие роли меняются. Если ты коуч там, то у тебя получается клиент. Понимаешь? Ты вот однобоко смотришь. Ну, не говорил однобоко там. Это неправильно так. Ты хочешь вот с этой стороны посмотреть. Я тебе говорю, а посмотри с двух сторон. То есть если ты... Я тренер. А кого ты тренируешь? Ну, ты тренер можешь сам для себя быть тренером. Правильно? Или для группы ты можешь быть тренером. Или ты сам, ну, как... Коуч такое заезженное слово, да? Для людей. Или сам ты делаешь. Но вот людям мне нравится такой подход, что люди это как зеркала. То есть, допустим, что я посылаю, то я и получаю. То есть обратную связь как получить. Если ты сидишь один тут. И... Как ты поймешь, что... Адекватен ты, неадекватен. Ну, хорошо. Да. А друзья нужны, чтобы они тебе объяснили. Ты вот в данном случае адекватен, в данном случае неадекватен. Но, опять, мы о чем говорим? Что нужны опоры в себе, чтобы чужое мнение не могло раскачать, ну, твои убеждения. Но, опять, ты не должен быть как гранитный и крошиться потом. Понимаешь? Как дзюдо учит там гибкость, гибкость, мягкость там. Понимаешь? И мы вот... И в этих понятиях мы... Поэтому у тебя вопрос такой возник. И ты идешь... Может быть, ты сам на него ответил. А ты говоришь, о, ребята, помогайте. Помощь зала. Скажем так. Ну, тебе для чего этот нужен? Хорошо. Как ты называл человека, который показывал тебе Акидо? Как ты его называл из тех названий, которые мы озвучили? Кем он для меня был? Тренер? Он тренер. Он тренер был. Ты его назвал тренер? Ну, а сейчас этот тренер, сейчас друг. Как бы, ну... Нет. Я говорю, ты его назвал тренер, так? Ты его не назвал учитель? Нет. Нет. Ты его не назвал наставник? Нет. А ровесником. Так. Это, значит, название тоже зависит от возрастной категории. Конечно. Если ровесники, то он не может быть учителем? Может. Наставником? Может. Так. Вот ты как называл, Рустел, своего? Потому что... Человека, который тебя учил самбо? Тренер. Тренер. Ну, я вот, если позволю, я хотел бы вот обозначенную тему немножко расширить, да, вот ее как бы разложить на лопатке, да? Ну... А потом, тот аспект, который нас больше заинтересует, там, в плане единоборств, там, да, в плане борьбы или... уже взять и начать уже, может быть, так вот. Мусолит. Мусолит, да. Там есть еще знания, есть вечность, да, есть всевозрастающее счастье, да? Ну, мы сейчас говорим о аспект знания. Почему такое большое значение имеет тренер, учитель, наставник? Потому что это все касается той категории, которая неотъемлема от нас, от нашей сути, да? Знания – это наша суть, мы стремимся к тем или иным знаниям. В зависимости от уровня сознания мы стремимся, как бы, познать что-то, да, и возвысить свой уровень сознания, поэтому нам нужны знания. И самое... ну, то есть это первый момент, да? Второй момент, что наилучший способ получения знаний, да, это из уст в уста, как раньше в древности говорили, да, особенно, опять же, затрагивая ведическую традицию, из уст в уста. Да, да, все знания передавались из уст в уста, там, письменность не нужна была, потому что способности людей слышать информацию с принимателем, они были огромные, и не нужно было записывать, да, не забывали. Вот, и, безусловно, личный пример, личностное влияние того, кто передает знания, оно влияло на воспринимающего. Второй момент, то есть третий момент – это то, что в каком настроении знания передается, да, здесь нельзя не сказать, говоря об учитель, нельзя говорить об ученике. И вообще, мы приходим к пониманию, что есть разный тип отношений между людьми, чтобы воспринимать знания, да, то есть есть отношения равные, да, а есть отношения младший к старшему или старший к младшему, да. И вот то отношение, когда младший к старшему – это самое лучшее состояние ученика, готовый воспринимать знания. И когда он сам себя считает, ну, по критерию знаний младшим, то тогда… Возможен процесс. Да, тогда возможен процесс передачи знаний. И тогда уже, в принципе, может быть, не так категорично будет название там, да, если ты, может быть, передаешь знания в спорте, да, то, может быть, уместнее общепринятый там тренер. Если ты передаешь не только спорт, но еще какое-то мировоззрение, то тогда, наверное, уже расширяется тренер до учителя, да, до сенсея там. Вот. Если же ты, например, аспект у тебя больше, там, духовные знания, да, ты духовный учитель. Вот. И поэтому… Или наставник. Или наставник, да. Уже наставник, который, ну, вот опять же, вот духовный учитель вообще, если говорить о мистике, и, опять же, затрагивать информацию ведическую, да, ведическую традицию, то получается, что учитель, он, принимая ученика, он берет на себя карму. Ответственность. Ответственность, да, другими словами, да, то есть берет на себя ответственность за ученик… Слово карма, пугаешь нас. Ну вот, ответственность берет, ответственность за то, чтобы передать знания, позволяющие человеку стать духовно счастливым, счастливым человеком. Мне кажется, что беря аспект нашей сущности знания, беря аспект, что передача знаний возможна только ученику, который считает в этом аспекте себя ниже и готов со смирением принимать информацию, принимать знания, личность учителя важна, который, скажем так, для ученика является авторитетом. Все это и нас подводит к тому, как можно назвать человека, который занимается тем, что знания эти передает. Являются ли его знания нужными для ученика, ведут ли они его к состоянию счастья в том или ином аспекте. А если брать уже момент самого учителя, учителя, тренера, то ты знаешь, что самый лучший способ что-либо хорошо познать, это попытаться кому-то это объяснить. И учитель учится очень глубоко, когда преподает. Когда он пытается на тот или иной уровень сознания ученика донести доступным языком свои знания, он как бы по другим аспектам смотрит на все свои способности, все свои возможности, знания, и пытается как бы ретранслировать, чтобы было понятно ученику. Тогда можно сказать, что этот учитель и сам несет благо другому, и познает благо, то есть свои знания он по другим аспектам в большей глубине, когда познает. Ну вот так. Ты три раза объяснил, сам понял, да? Они не понимают. Мы сейчас, ну мне так показалось, что ты сейчас, просто тем все-таки как бы такое общее все обматил, да? А мы попробуем сейчас, да, от общего все-таки мы опять начинаем немножко, так сказать, сужать, и чтобы нам... Вот какой аспект из-за того, что... Мне просто хочется вот понять все-таки, вот как, когда мы называем, еще раз вот, когда мы называем учитель, когда мы называем педагог, когда мы называем и кого мы называем тренер, наставник, преподаватель. Может ли... Вот смотри, вот так. Преподаватель музыки, преподаватель физической культуры, преподаватель рисования. Да? То есть, а здесь преподать. Ну, вот определение еще, да, есть же определение. Допустим, тренер – это слово, которое пришло в русский язык из английского языка. Да? Трейнер – это, то есть, ведущий, который ведет. В переводе слово это ведет. Так же, как и слово, которое ты сказал, такой современный коуч. Матерное такое. Да, матерное. Это тоже имеет перевод, да, это же в русский язык пришло из другого языка. Оно дополнило, как бы, некое понимание, да? И оно же пришло... Нельзя быть коучингом по джидо. Или может быть? Можно. Можно? Оно же из спорта пришло. Да. Оно пришло опять. Потому что коуч называют... Кому называют коуч? Тренер. Тренер в переводе, да? Но, по су... То есть, это синоним слова тренер. Но, вот допустим, сейчас за границей само слово тренер не называют практически того, кто занимается физическим воспитанием. Понимаешь? То есть, какими-то системами, где идет подготовка физическая. В основном, те, кто ведет подготовку вот такого, называют коуч. Учитель. Теперь, смотри. Есть учитель опять математики. Есть преподаватель математики, есть учитель математики. Есть педагог математики. Вот, для... Опять мы возвращаемся. Для ученика... И репетитор еще. Еще репетитор. Ну, это он, как бы, немножко может быть... И тоже... Да, тоже. Репетитор тоже такое слово. Репетитор дзюдо. Это тот, который натаскивает на что-нибудь. Натаскивает. Ты можешь у одного тренера заниматься, а дополнительно брать занятия у другого. Или в другом... В другом стиле, скажем так. Ну, в другом единоборстве у тебя. Ты не перепрыгиваешь сверху на ветку, а развиваешь, как бы, свое направление, но его обогащаешь, скажем так. А вот смотри, есть такое слово... С техническими возможностями. Еще что-то. Которое пришло из системы боевых искусств Японии, да, и так далее. Сенсей, да? Который в переводе означает, я так слышал, ну, могу где-то ошибаться, что это сенсей, это означает, как бы, старший. То есть, человек, который имеет больший опыт. Но именно в этой сфере, да? Именно в этой, вот. Но... Не то, что там... Во все. На все сферы жизни. Поэтому вы... Может быть вот так, может быть тренер, он не может быть на все сферы. Он узкоспециальный. Я тренер по самбо. А вот учитель, он может быть широкоспециальный. То есть, учитель, который может... Вот как, знаете, учитель в начальной школе. Даже широкопрофильный учитель. Как терапевт, да? Он же... Он... Дети, приходящие в первый класс, ничего практически не знающие. Он их, как бы, знакомит... Базу. Со всей вот этой базой знаний, да? Что можно познать, как писать, как учить, как считать. Минимальные вот эти, да? Системы. Что такое природа, да? Что такое история. Он... Все, учитель начальной класса. Тут опять... Мы так и все вокруг да около, но никак не можем... Ну, ну, сужай, сужай. Уцепиться. Нет. Я много... Взять захват. Захват. Ну, внушай, сейчас. Кушаем. Сейчас. Педагог Айкидо может быть? Да может, все может быть в этом мире. Ты уже понял, что в этом мире все может быть? Все. А это чудес не бывает, но, возможно, все, да? Интересно, даже. Мне больше понравилось знание, да? Ты идешь за знаниями, кто-то идет за знаниями, но знание – сила, да? Знание – сила. Там девизы всякие такие есть, ну, как стереотипы и иллюзии. Но мне так нравится еще глубже, вот как ты говоришь, где-то мы сужаем, где-то мы глубже. Знание – это потенциальная сила. То есть, знать и уметь – разные вещи. То есть, можно это знать, можно не уметь. Когда был раздел такой, дзюдо надо было, да? Ну, я приемы все названия изучил, там, японцева тоже, там, китая тоже. Прихожу в зал дзюдо там. Я говорю, мне надо научить. Научить. Ну, они говорят, это бросок. Ну, я говорю, огоше. Они говорят, подожди, ты же все знаешь, что ты к нам пришел-то? Я говорю, да не, я теоретически только знаю. Мне надо практически. То есть, бывает так, что практически они знают, это подсечка, это там. Вот я тебе сейчас… Пауза, подожди. Может быть, отличие, извини, может быть, отличие, вот как раз-таки есть в этих названиях, где название учитель-педагог-наставник отличает именно… Один может только теоретически тебе объяснить, а другой может только практически, а третий может комплекс. Объяснить и теоретически, и практически. Но самое широкое понятие в твоей терминологии это кто, учитель? Думаю, нет. И не преподаватель же? И не преподаватель. И не тренер. И не тренер. А то. Мессия. Я пришел к вам с миром. Бум-бум-бум. Спасибо большое. Я думаю, я думаю, что это наставник. Чай будем пить или греться сначала? Сейчас. Сначала вот сейчас на какую-то точку надо поставить. Поставим, да. Влад, я тебя перебил. Ну и что? Перебил мысль, она текла, мы ее раз обрубили. Ну и хорошо. А если она, как бы, пошла, другая мысль. То есть, к чему мы пришли? К тому, что, как Влад говорит, я был подкован к его. Я пришел? Они говорят, а ты что знаешь? А Влад говорит, я теоретически подкован. А практически, я не знаю, как выполняется это. Ну, название знаешь только. Они зовут так, они зовут так. Тренер, идите научите его. Тренер приходит и говорит, а что, чему тебя научить? Влад говорит, ого, что тренер говорит, а что это такое? Я знаю, вот. Да.